2 сентября исполнилось 69 лет со дня окончания Второй мировой войны. Был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Это величайшее в истории противостояние унесло миллионы жизней. Многие бойцы до сих пор числятся пропавшими без вести. Найти их и восстановить имена героев призвана акция, которая уже не первый год проводится по всей России. Вахта памяти. Наш коллега Родион Архипов, корреспондент национального радио, автор программы «Присягая родине», недавно вернулся из Орловской области, где вместе с поисковым отрядом службы судебных приставов принимал участие в раскопках и захоронении безымянных солдат. Родион, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему решили принять участие в этой акции и что послужило, так сказать, толчком? Много когда-то в свое время, лет в 11, наверное, я начал собирать документы деда своего. Вот самые главные документы, как раз вот они лежат на столе. Это благодарность командования за полное окружение Берлина. И вот эта вот справка 41-го года, эта справка говорит о том, что он начинал учиться 1 сентября 41-го года в Муромском военном училище связи. Стал он офицером, естественно, и прошел все практически эти этапы войны, которые были главными. Это Курская битва, потом битва за взятие Днепра, то есть за освобождение Украины, Варшавская операция и полное окружение Берлина. Вот эти вот самые главные операции, которые прошел где-то, вот Курско-Орловская дуга, как раз входила в перечень тех боев, которые прошел он сам. И мы вот 22 июня этого года поставили памятник, который он заслужил уже давно, умер он в 91-м году, а как-то вот сейчас мы все собрались и все-таки собрались, мобилизировали все свои силы и, как говорится, знания для того, чтобы этот памятник установить на кладбище, на его могиле в деревне Алешево Канажского района. Вот собралось очень много родственников, приехали официальные лица для того, чтобы почтить его память. Союз ветеранов Афганистана тоже прислал своих ребят. Это был очень трогательный ребенок свой, то есть сын Саша, который был у меня на руке, все это время он как раз впитывал это все, как говорится, с молоком матери. Все это, я думаю, останется у него в голове. То есть это как раз, наверное, и послужило самым главным толчком. Деду поставили памятник, и через месяц мы едем в командировку именно в те места, где он воевал. То есть мистика, вот о чем я хотел бы сказать, наверное, потому что есть, наверное, такой момент, когда наши предки каким-то образом незримо нас отправляют куда-то, и мы едем. Вот, кстати, по поводу мистики. Разные мистические истории рассказывают участники таких поездок. Было ли что-нибудь необычное в вашей поездке? Вы знаете, очень главное, что запомнилось, ход времени идет там необыкновенно, вот как вот у нас, да, то есть мы постоянно привыкаем к какому-то определенному графику, то есть время расписано 9, 10, 11, 12, обед и так далее, и так далее, до самого вечера. Мы знаем, что мы будем делать и как, а там время такое ощущение останавливается. Мы присаживаемся, встаем и чувствуем, что вот в какие-то моменты, когда мы отдыхаем, мы не слышим даже пения птиц. А почему? Ну, наверное, это связано с тем, что в тех местах находится слишком много погибших наших ребят, молодых, которым было от 18 и больше. Это всех возрастов практически защитники Родины. И, видимо, как-то связано, наверное, это с тем, что их мы еще пока не похоронили, соответственно, и животные в этих местах появляются достаточно редко, в том числе и птицы. Самый главный такой завершающий мистический момент, он был, естественно, в конце, когда мы поминали тех ребят, о которых успели поднять, а их было 172 человека. Вы даже себе не представляете, как вот это все выглядит, когда кости этих ребят вытаскиваются на поверхность, прежде чем их уложить в гробы. Гробов было 12 штук, и все вот эти вот 172 человека на ровной площадке лежат среди бела дня и смотрят пустыми глазницами. Это было что-то, что-то мистическое в этом, потому что было такое ощущение, что эти ребята сейчас могут встать, пойти, замаршировать, им прикажут, они побегут, понимаете, такое ощущение, что они живы, что они где-то вот здесь, вот они вот не просто кости, а живые люди, которые отдали свою жизнь за нашу Родину. Вот вечером, когда мы их поминали, вложили все это в гробы, гробов 12, это вот оттянутых уже красным материалом, стояли в полной, в полной тьме. Я делаю фотографию на память для того, чтобы запечатлеть этот момент поминальный. И в этой темноте кромешной ничего не было, кроме отдаленного-отдаленного огонька, то есть это вечный огонь на монументе. К этому монументу должны были встать змейка, и у каждого человека, то есть змейку по одному, должна была быть свечка поминальная. Я делаю эту фотографию, там пусто, никого нет, только гробы, и над гробами появляются какие-то странные светящиеся шары. Они все разные, разных цветов, разных конфигураций изнутри. Где-то вот в каких-то происходят какие-то как будто бы взрывчики, вот тут что-то непонятное, как на планетах, в фильмах, которые нам показывают фантастические. И поневоле задумываешься, что это может быть, делаешь еще один снимок, второй, третий, и все равно эти сферы появляются. И вот потом, когда уже выстроились в цепочку, стали фотографировать в разные стороны, просили делать пореже снимки, покачественнее, к сожалению, не получается. Снимки получаются даже сквозь сферы эти. То есть облака из этих сфер, их очень много, и мне кажется, что там даже, наверное, сотнями измеряется количество. На самом деле, мистика. И они перемещаются, да, мистика. У меня, честно говоря, в какой-то момент были мурашки, потому что я очень хотел сфотографировать сына Маргелова. То есть рядом со мной стоял сын Маргелова, того самого дяди Васи, войска дяди Васи ВДВ. Тон стоял, тоже поминал, я хотел его сфотографировать. И все не получалось, все получалось через эти сферы. Вот тоже мистика. Хочется сделать хорошую, качественную снимку, и не получается. Ну, видимо, это нужно, чтобы они присутствовали на этих снимках. Невольно начинаешь верить в какие-то потусторонние силы. Что-то вот об этом мне и сказали ульяновские. Ты даже не думай, не напрягайся. И такое случается каждый год, когда мы поминаем этих ребят. Привезли ли себе что-нибудь на память? Конечно. Какой-то сувенир или там что-нибудь с полюбоведущего полюбоведа? Вы знаете, я всегда думал о том, как я приеду сюда домой, в Чебоксары. Как-то сядем в студии. Я все это покажу своими руками, чтобы каждый мог подойти и потрогать. Вот на радио это все было. Я как только приехал, привез, чтобы можно было потрогать. И вот сейчас вот настал случай для того, чтобы коллеги мои с телевидения тоже могли все это посмотреть, потрогать своими руками. А вот это и есть эхо войны. Я долго не буду рассказывать. Я остановлюсь на том, что вот самое главное – это вот этот вот осколок, который оказался буквально под нами в первый же день. То есть не надо было далеко куда-то идти, когда выбирали площадку для огня, для нашей кухни, через 3-4 раза мы уже заметили, что что-то там вот наискателем пощупали, звенит. Стали копать, долго-долго копали, вот нашли этот осколок. Вот он самый первый был. Я еще тогда крикнул, это первый осколок, который… Знаете, вот такое было впечатление, что к войне мы уже прикоснулись. Вот я его взял. Совершенно. Да, это вот самый первый. И все ребята из поискового отряда тогда долго смеялись, что вот как будто бы ранил этот осколок оттуда, да. Наверное, ну это гиза от нашего противотанкового ружья. Вот там даже, по-моему, 42-й год написано. Да, 42-й год. Можете даже посмотреть. Да, на самом деле. 42-й год. Вот это вот рубашка от настоящей гранаты РПГ. Кстати говоря, вот примерно такую, только без рубашки я обнаружил в первый же день, как только мы побывали на раскопках. Самое удивительное чувство страха не возникало у нас до тех пор, пока мы не стали уйдеть оттуда. Потому что все это однажды взрывается. И все это собирается, выковыривается из земли для того, чтобы это уничтожить. Вот когда мы выкапывали это все, мы хотели все это зафиксировать, сфотографироваться, брали это все, как-то подкидывали. То есть взорвалось. Вот, а потом к нам пришла такая мысль, это же взрывается когда-нибудь, насколько это все опасно. То есть наша функция была выполнена, я считаю, не только потому, что мы одного солдата нашли, это естественно, само собой. Но мы и подчистили то поле для следующих поколений. Может быть, когда-нибудь мы его очистим полностью, и оно принесет какую-то пользу, наверное, уже как-то, может быть, в другом смысле. Ну что, спасибо большое, Родион, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, сегодня мы общались с корреспондентом Национального радио Родионом Архиповым. До свидания. До новых встреч.